Здравствуйте, уважаемые телезрители в студии прямого эфира. Программы сегодня журналист Антон Хатиновский и мой сегодняшний гость Диас Бейсенбек, пресс-секретарь управления предпринимательства индустриально-инновационного развития Алма-Атинской области. Добрый вечер, Диас. Добрый вечер, Антон. Не секрет, что пандемия затронула все стороны жизни. Мы об этом всегда говорим и говорим, что мир уже не станет прежним, поскольку приходится искать новые методы работы, новые какие-то направления в работе. И не секрет, что пандемия внесла свои коррективы в развитие предпринимательства, в том числе и в нашей Алма-Атинской области. В связи с введением тех жестких карантинных мер, которые были вынуждены ввести, чтобы как-то ограничить распространение этой болезни, некоторые объекты предпринимательства были вынуждены закрыться, приостановить свою деятельность, либо вовсе как-то поменять направление своей работы. Какова сегодняшняя ситуация в области предпринимательства? Что сделано, что делается? Да, вы правы, Антон. Особенно сфера предпринимательства наиболее пострадавшая отрасль во всем мире, в том числе и в Казахстане. Благодаря всесторонней поддержке со стороны государства нам удалось сохранить основные социально-экономические показатели развития экономики, в том числе на недавнем заседании правительства Алматинская область вошла в лидирующие регионы по социально-экономическому показателю. И в целом в сфере предпринимательства по итогам 9 месяцев наблюдаются динамичные показатели по всем основным показателям. К примеру, если говорить о развитии предпринимательства, в настоящее время у нас в регионе действует 122 тысячи субъектов предпринимательства. Из них, в принципе, в регионе на данных субъектах предпринимательства работы охвачены порядка 256 тысяч человек. И в целом можно наблюдать, что массовых сокращений либо увольнений именно в субъектах бизнеса не наблюдается. Кроме того, если перейти к промышленности, у нас объем выпуска продукции за первое полугодие у нас составило более 500 миллиардов тенге с ростом 5,1% в сравнении с прошлым годом. То есть у нас, в принципе, несмотря на введение ограничительных мер, мы сохранили, даже приумножили наши показатели. Кроме того, в принципе, объем промышленности у нас за 9 месяцев составил 846 миллиардов тенге, что больше на 114 миллиардов тенге в сравнении с прошлым годом. В целом необходимо отметить, что доля обрабатывающей промышленности в объеме, во всем объеме составляет порядка 87,9%. Это самый высокий показатель по республике. Данный, в принципе, показатель Алматинская область держит уже несколько лет. Если говоря об обрабатывающей промышленности, наблюдается рост в следующих отраслях, как это производство напитков, производство продуктов питания, кроме того, фармацевтика, металлургический отрасль, машиностроение, в целом табачные изделия. В данных отраслях наблюдается рост на 5%, на 25%. В целом можно отметить, что введение ограничительных мер для некоторых субъектов бизнеса открыли новые возможности, вырос спрос, особенно в сфере фармацевтики. Вы знаете, были открыты новые предприятия по выпуску медицинских изделий. Кроме того, мы наблюдаем, что некоторые именно субъекты бизнеса, в сфере услуг особенно, они переформатировали свою работу. И сейчас уже переходят на производство новых услуг, которые именно востребованы на рынке. В целом, если говорить о промышленности, за 9 месяцев у нас введено в действие 22 новых предприятия. Кроме того, порядка 13 производств были расширены. В целом, данные результаты работы смогли создать порядка 792 рабочих мест. И все это благодаря поддержке, своевременной поддержке государства и не останавливаться на достигнутом, продолжать работать даже в таких сложных условиях. Вот ясно, что наша Алматинская область, она привлекательна вообще во многих отраслях, начиная, скажем, от наших природных мест красот, которые привлекательны для туристов. Ну и также не только мы привлекательны тем, что у нас различные климатические зоны, красоты, такое богатство, но и привлекательны для инвестиций. Ежегодно в экономику области вкладываются как отечественные, так и иностранные инвесторы. Были ли изменения в объеме привлечения инвестиций? То есть ситуация-то, которая была, она как-то отпугнула инвесторов, которые, может быть, зажали свой капитал и побоялись как-то вкладывать эти деньги в развитие, в бизнес? Необходимо отметить, что с закрытием границ, с ведением ограничительных мер, конечно, были перенесены некоторые строки введения некоторых объектов, но в принципе, в целом, по плану инвестиционные проекты, они находятся сейчас на стадии реализации, и в целом идет реализация их по плану. Также управлением, в целом, руководством области данный вопрос находится на особом контроле. Но если вот говорить о цифрах, то, в принципе, по итогам 9 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил порядка 437 миллиардов тенге. Это, в принципе, сравнение с периодом с прошлым годом, в принципе, также является высшим показателем. В целом, до конца текущего года планируется удовести привлечение инвестиций в размере 711 миллиардов тенге. Конечно, почему именно мы заметили, что во время карантинных мер Алматинская область, она так и осталась инвестиционно привлекательной, так как большинство транснациональных корпораций находится именно в Алматинской области. Необходимо отметить, что в нашем регионе создана вся необходимая инфраструктура, хороший деловой климат. Также главное, у нас существует именно, есть доверие, доверие именно к региону. В связи с этим, вы можете заметить, что ежегодно у нас открываются компании, вот именно с участием иностранных компаний. В целом, по области у нас сформирован полный инвестиционных проектов, в которые сейчас включают порядка 517 проектов на общую сумму более 5 триллионов тенге. Успешная реализация данных проектов вообще позволит создать 45 тысяч рабочих мест. В рамках данного пула уже порядка 288 проектов, они находятся на стадии реализации. То есть уже реализованы и в ближайшем будущем они будут реализованы на территории Алматинской области. И реализация данных проектов нам позволит именно создать порядка 17 тысяч рабочих мест. Это вот по всем направлениям экономики. Если в целом, по привлечению инвестиций у нас в Алматинской области выстроена комплексная система по привлечению инвесторов. С 2014 года у нас действует региональный центр развития Алматинской области, который именно является оператором по данному направлению. Для проактивной работы по привлечению инвестиций фронт офисы у нас находятся в городе Талдыкурган, но также в городе Алматы, где специалисты, эксперты, они работают с инвесторами, начиная с идеи реализации до конечной реализации проекта. В целом, благодаря проведенной работе в этом году состоялись такие важные переговоры с такими крупными компаниями, как Tyson Foods. Это крупная американская компания, которая планирует построить в Алматинской области крупный мясоперерабатывающий комплекс на сумму 300 миллионов долларов. Кроме того, ряд компаний есть, которые настроены здесь, в Алматинской области, реализовать именно проекты в сфере, такие проекты, как птицефабрики в этом именно сфере АПК. Кроме того, новые возможности для инвесторов открывают у нас индустриальные зоны. У нас в области сейчас в настоящее время действует одна индустриальная зона в городе Талдыкурган. Она так и называется, индустриальная зона Талдыкурган, где создана вся необходимая инфраструктура для инвестора. То есть инвестор приходит и для него уже вся техническая инженерная инфраструктура готова. Все подведено, осталось только поставить стены завода там, либо фабрики какую-то. Также наряду с этим по области ведется развитие инфраструктуры пяти индустриальных зон. Поэтому в этом направлении работа продолжается. Кроме того, есть еще возможности двух специальных экономических зонах на Харгосе. Это Харгос Восточные ворота и МЦПС Харгос. Там также есть налоговые стимулы для инвесторов. Там они освобождаются от налогов, даются различные преференции для реализации своих проектов. Кроме того, им также дает возможность именно логистический. Они очень могут дальше поставлять свою продукцию именно в КНР и другие страны. В настоящее время в МЦПС реализуются 7 инвестиционных проектов в различных сферах. Также они открыты для инвесторов. То есть любой представитель конкретно большой фирмы, большой компании может обратиться в эти региональные центры, как вы говорили, переговорить, представить свои бизнес-планы какие-то и уже порешить, что можно сделать при помощи местной исполнительной власти. Я напомню, что каждый телезритель может сейчас позвонить в прямой эфир и задать интересующие вас вопросы нашему сегодняшнему гостю Диасу Бисенбеку. Мы сегодня говорим об развитии предпринимательства и индустриально-инновационном развитии в Алматинской области. Понятно, что то, что существует, мы уже как бы продолжаем наращивать темпы, разрабатывать. Вот запланирован ли запуск новых предприятий в нашей области в ближайшее время на перспективу, скажем? Да, в целом до конца текущего года у нас планируется введение новых производственных проектов. Это в их числе, к примеру, у нас, например, есть цементный завод в Кербулахском районе, который позволит создать 500 рабочих мест. Кроме того, у нас есть планируется ввод в эксплуатацию птицефабрика в Игурском районе. Инвесторы вложили именно свои средства в реконструкцию, модернизацию данного птицефабрики. Также успешная их реализация позволит создать также 500 рабочих мест для местных жителей. Также в планах есть строительство спортивно-технического комплекса, автодром «Сокол» в Вилисском районе. Это также будет таким уникальным проектом, вот именно даже на уровне Центральной Азии. Есть еще проект компании «Мистер Энерджи», это проект строительства солнечной электростанции под названием «Мукагали». И также есть, в принципе, вот эти данные проекты планируются до конца года, так текущего года реализовать. В целом по программе, государственной программы индустриально-инновационного развития, в целом по области в текущем году будет открыто 71 новый объект, уже порядка 30 уже открыты. И в настоящее время вот в регионах ожидается запуск данных производства. В целом, хотелось бы здесь отметить, что в связи с введением ограничительных мер, опять же, некоторые компании передвинули свои сроки запуска, в связи с чем, возможно, были такие вот изменения по открытию данных предприятий. Тем не менее, то есть планы никоим образом не меняются, отодвигаться могут лишь только сроки в связи с закрытием, либо открытием каких-то проблемных границ. Ясно. Ну, говоря о развитии предпринимательства, как на сегодняшний день идет реализация такой, скажем, большой государственной программы, как дорожная карта бизнеса? Есть еще такая программа «Экономика простых вещей» и других программ. Насколько активно участвует наш бизнес в данных программах и насколько охотно он принимает участие в таком вот содружестве вместе с государством решать большие и масштабные, на мой взгляд, задачи по улучшению жизни граждан? Сфера предпринимательства в целом всегда была на особом внимании у государства, особенно в прошлом году главой государства были инициированы поправки данной программы. Например, та же программа «Дорожная карта бизнес» была рассчитана до 2020 года. Но в связи с тем, чтобы поддержать наш отечественный бизнес, главой государства была продлена данная программа до 2025 года. Также была инициирована программа «Экономика простых вещей», которая была направлена на поддержку импортозамещений, на поддержку предпринимателя обрабатывающей промышленности. В целом данная программа ежегодно активно реализуется в Алматинской области. Более тысячи предпринимателей ежегодно получают такую государственную поддержку, создают новые рабочие места, создают именно новые производственные объекты в регионах. Тем самым они вносят свой вклад именно в социально-экономическое развитие регионов. Если рассказать поподробнее, то в текущем году именно в рамках государственной поддержки на развитие предпринимательства в Алматинской области было выделено 9,1 миллиардов тенге, в том числе из республиканского бюджета 5,3 миллиарда тенге. В рамках данных средств предприниматели получили поддержку по субсидированию, по субсидированию процентной ставки, получили гарантии. Кроме того, получили безвозвратные государственные гранты, также льготное кредитование. В целом, по данной программе, у нас, например, одобрено порядка 176 проектов на сумму 36,7 миллиардов тенге, и выплаченных субсидий составляет 850 миллионов тенге. Если говорить про выплаченные гарантии, то 99 проектов, им на сумму 3,1 миллиарда тенге выплачены именно гарантии. Кроме того, на подведение недостающей инфраструктуры к 22 объектам предпринимательства, также государство помогло развивать инфраструктуру, свет, тепло, воду и другие инженерные объекты. В целом, за 9 месяцев по дорожной карте бизнеса у нас гранты, кредиты получили порядка 300 предпринимателей, но к концу года их цифра составит порядка более 400 предпринимателей, получат поддержку в рамках данной программы. Есть у нас еще программа ЕНБЕК, это программа развития предпринимательства. По данной программе предусмотрены именно микрокредиты для предпринимателей городов Текеля и Талдыкурган. В настоящее время по городу Талдыкурган получили порядка 20 проектов, по Текелю порядка 5 проектов получили льготное кредитование. Это получается только для предпринимателей маногородов. Кроме того, как я отметил, есть программа у нас экономика простых вещей. Данная программа вначале была именно направлена на обрабатывающую промышленность. Далее уже в связи с спросом, также с предложениями предпринимателей, в настоящее время расширен список субъектов предпринимательства, по которым можно принять участие в данной программе. Кроме того, изменены некоторые процедуры, пакет документов по предпринимательству. В целом, по данной программе у нас сформирован полпроектов порядка 300 проектов на 30 миллиардов тенге. Из них уже больше половины, уже порядка 80-90% проектов уже одобрены банками второго уровня и уже ожидают получения средств. В данных проектах могут принять участие сфера промышленности, АПК, сфера торговли. Данный проект, в принципе, удобен для таких крупных, средних компаний. Кроме того, есть еще, фонд ДАМУ у нас реализует региональную программу ЖИТСУ. По данному проекту в этом году выделен 1 миллиард тенге через фонд ДАМУ. И в настоящее время три проекта на общую сумму 150 миллионов тенге уже получили свои средства на развитие своего дела. Вместе с тем, в этом году впервые начали реализацию механизма льготного аккредитования под 0,01% через социально-предпринимательскую корпорацию ЖИТСУ. Данные кредиты, льготные кредиты выдавались в рамках стабилизации цен на социально значимые товары. В целом, по данному процентной ставке были прокредитованы на 34 цикла ввода, а также были проектованы порядка 5 субъектов предпринимательства. Кроме того, также по данной процентной ставке 8 порядка субъектов предпринимательства в различных сферах. Это молочные изделия, яйца, по направлению овощей также получили именно льготные кредитования. Данные предприниматели, их продукция будет направлена для сдерживания цен на социально значимые товары. Ну, в целом, насколько я понял, сегодня государство дает большие возможности открывать перед предпринимателями, перед инвесторами для того, чтобы успешно запустить тот или иной бизнес. И, что самое главное, обеспечить рабочими местами жителей Алматинской области. Следующий вопрос. Скажите, какие были оказаны все-таки меры поддержки субъектам бизнеса, которые пострадали в период пандемии? Ведь об этом же тоже нельзя молчать, потому что именно в тот трудный для всей страны и всего мира, наверное, в целом период, многие предприниматели буквально кричали с просьбой о помощи, чтобы им как-то помогли, чтобы как-то остаться на плаву. Сколько предпринимателей получили, скажем, какое-то налоговое стимулирование, отсрочки по кредитам, которые так просили они? И насколько это сейчас эффективно работает? С первых дней введения карантинных мер руководство Алматинской области, наше управление, в целом местные исполнительные органы были всегда взаимодействия с местными предпринимателями. Практически можно сказать, что на местах сотрудники работали на 24,7, поскольку звонки и обращения не прекращались. То есть специальный колл-центр работали? Да, при Алматинской области был создан единый колл-центр, куда могли предприниматели обращаться, звонить, отправлять свои обращения. На эти цели совместно с областными управлениями, кроме того, совместно с НПП Атамикен, местноисполнительной властью, кроме того, с местными региональными институтами развития была проведена широкая разъяснительная работа, во-первых, по введению этих принятых мер, во-первых, мы как бы разъясняли, какие были карантинные меры и как они коснутся данных предпринимателей, кроме того, в тот же период начали вводиться новые меры по именно уплате, по отстрочке кредитных различных платежей, все это мониторинговыми группами объясняли, разъясняли нашим предпринимателям. Если предаться в цифрах, то в целом налоговыми у нас послаблениями воспользовались более 118 тысяч субъектов предпринимательства, в том числе им были оказаны такие именно послабления, как поставки НДС, по коэффициенту ноль, кроме того, были предоставлены уплаты по всем видам налогов, в том числе, кроме того, десятки тысяч предпринимателей были освобождены на три года по уплате налогов на прибыль, кроме того, были продлены сроки уведомления порядка 47 тысяч субъектов. Это очень такая весомая помощь именно в период карантина, когда массово закрывались именно объекты, субъекты предпринимательства. Кроме того, еще не менее важной помощью является отстрочка по кредитам. Порядка 641 субъект предпринимательства им были даны отстрочки по кредитам на общую сумму 23 миллиарда тенге. Также нужно отметить, что банки также пошли на встречу предпринимателям. Также была проведена работа по освобождению от уплаты за аренды помещения. Порядка 60-90 субъектов МСБ, которые находятся на коммунальной собственности, они также были освобождены от уплаты аренды. Кроме того, управление предпринимательством совместно были проведены работы с руководителями торговых центров по снижению арендной оплаты, именно благодаря этой помощи. Порядка 6,5 тысяч арендаторов получили такую поддержку. К сожалению, время нашего прямого эфира подходит к своему завершению. И вот в завершении еще один вопрос такой. Скажите, куда могут обратиться предприниматели Алматинской области за помощью? Не дай бог, если случится опять такая же проблема, когда нам придется из-за вот этой страшной болезни закрывать, приостанавливать деятельность предприятий, организаций, куда им обращаться и какую помощь вы можете им опять оказать. Надеемся, что таких новых, таких жестких ограничительных мер не будет. Надеемся, что бизнес переживет данный этап, что данный период даст новые перспективы. В целом, начинающие, потенциальные предприниматели всегда могут обращаться в управление предпринимательства Алматинской области по всем различным вопросам. Если говорить по направлениям, в целом, у нас есть, как я уже отметил, региональный центр развития Алматинской области, куда уже потенциальные инвесторы уже с готовыми проектами, инвестпроектами, которые хотят реализовывать на индустриальных зонах, на других площадках, могут обращаться в региональный центр развития Алматинской области, у нас есть региональный институт развития СПК ЖИТСУ, куда предприниматели в сфере агропромышленного комплекса могут обратиться за получением пассивных единиц по сахарной свекле, получить суперсовременную технику в лизинг. Кроме того, также могут принять участие в программе по стабилизации цен. Вместе с тем, у нас существует фонд ДОМУ, есть НПП Атамикен, куда начинающие предприниматели могут получить всю необходимую консалтинговую помощь, в том числе юридическую, бухгалтерскую, там же открыть субъекты предпринимательства, выбрать направление, подготовить бизнес-планы. Все это в рамках государственной поддержки оказывается именно бесплатно. Также там же можно проконсультироваться именно по государственным мерам поддержки. Это, как я уже отметил, государственные программы, дорожная карта бизнеса, ЕНБЕК, экономика простых вещей, программа ЖИТСУ и другие. Также у предпринимателей есть площадка на МЦПС, где также могут воспользоваться инструментами поддержки. Главное, чтобы наши предприниматели не отчаивались, не оставались на месте, а продолжали развивать свой бизнес, несмотря ни на какие проблемы с пандемией, другими заболеваниями и экономическими какими-либо трудностями, поскольку наше государство всегда готово оказать помощь нашим гражданам, те, кто занимается бизнесом, готов идти и развивать предприятия, создавать новые рабочие места. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний прямой эфир. С пожеланиями всего самого доброго, и в первую очередь всем нам крепкого здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok